приветствую вас друзья мои сегодня у нас не будет с вами лучков примерочек покупочек похвостушек сегодня мы с вами отправляемся в далекое путешествие на самую южную точку израиля в город эйлат ехать довольно далеко 400 километров от хайфы город расположен на берегу красного моря граничи цердании и египтом город курортный пользуется большой популярностью дайверов в красном море произрастает уникальная кораллов и уникальные коралловые рифы поэтому дайверы со всей страны стремятся туда солнечная погода бывает здесь круглый год пока мы ехали наши прекрасные гиды сергей и женечка не давали нам скучать рассказывали нам об уникальных особенностях местной природы по дороге мне встречались горы пустыня даже гуляющие на воле животные даже страусы проскользнули но к сожалению не попали в кадр финиковые рощи в общем было очень интересно дорога была дальней и только к вечеру мы приехали в эйлат такой красоты я не видела очень давно и была очень довольна поездкой автобус был комфортабельный бесплатный вай фай и так далее все что положено в экскурсионном автобусе и компания у нас собралась веселая и настроенная на отдых и позитив и и Смотрите продолжение в следующей части. Ну вот мы уже, друзья, и прибыли в нашу гостиницу «Американо». Три звезды. Заходим в номер. Та-та-та-там. И что мы видим? Скромный номер, как говорила незабвенная Нона Мордюкова. Скромненько, но со вкусом. Этот номер мне напомнил санатории советских времен. Да уж, скромнее не бывает. Ну, что поделаешь. Зато есть огромный плюс. В этом номере я буду жить одна. Пять дней и четыре ночи. Ура! Не будет со мной соседок. Не буду я наслаждаться покоем и одиночеством. Каждому человеку иногда это необходимо. Вот такой вот номер. Но номер светлый, просторный. Сейчас посмотрим, что там, какой вид на балконе. Вид играет тоже немаловажную роль в отдыхе. А вид у нас с балкона просто потрясающий. Смотрите, что я вижу под балконом. Замечательный бассейн с прекрасной голубой водой. Какая красота! Кругом пальмы, зелена. Уже немножко вечереет. И очень уютный балкон, на котором можно утречком пить свою чашку кофе. В общем, я довольна. Будем отдыхать, друзья. И будем отдыхать по полной. Утро следующего дня началось с прогулки по прекрасному городу Эйлату. Солнышко уже встало, осветило море, пальмы, набережную. Настроение у всех прекрасное. После прогулки собираемся ехать на фабрику, где производят украшения из эйлатского камня. И не только. Так называемый Эйлатский камень состоит из нескольких минералов. Возможно, у него есть другое название. Но нам его не озвучили. Город небольшой, очень красивый. Прекрасные виллы, красивые дома. На улице очень тепло, 30 градусов. В Израиле почти круглый год светит солнце. А в Эйлате тем более. Вот мы и приехали, друзья, на ювелирный завод. Выбор, конечно, здесь украшений огромный. Женщины все онемели и стали завороженно выбирать себе украшения. И я, конечно же, в том числе. Даже не знаю, что вам комментировать, друзья. Давайте просто посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выбор, как вы заметили, друзья, был огромный. Никто не остался без покупки. На любой вкус и на любые деньги. И я, конечно же, в том числе. Выбрала и купила себе серьги из серебра с позолотой. С черным гранатом. Очень красивые. Буду носить с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После ювелирного завода мы всей группой отправились в океанариум. Я давно хотела туда попасть. Быть в Эйлате и не сходить в океанариум – это просто преступление. Такой, друзья, красоты вы, наверное, не видели никогда. В нем можно находиться часами. Просто завораживающе смотреть, как плавают питомцы подводного царства. Это такое необыкновенное зрелище. Возле каждого аквариума находятся мягкие сиденья, где вы можете уютно расположиться и, не оторваясь, смотреть на это чудо. Красота просто невероятная. И от мысли о том, что за стеклом находятся такие страшные существа, просто захватывает дух. Нам удалось увидеть, как аквалангисты чистят этот аквариум, как подкармливают рыбок. И никто ни на кого не нападает. Все сытые и довольные. Все мирно проводят свое время, так, как считают нужным. Акулы плавают туда-сюда, косясь на посетителей глазом желтым. Оторваться от этого зрелища просто невозможно. Там можно находиться часами. Есть аквариумы, где гид рассказывает о всех рыбах, которые в нем плавают. Если вы хотите не сидеть в тишине и одиночестве, то можете походить по нему с гидом. И он расскажет много интересного. Правда, по-русски там не говорят. Говорят на иврите и на английском. И вот такие чудеса. Необыкновенно захватывающее зрелище. А когда я поднялась наверх, я увидела бассейн с золотыми рыбками. С разноцветными красивыми рыбками, похожими на драгоценные камни. Их можно было даже погладить руками. И много всего, друзья, я увидела красивого. Но невозможно все уместить в один ролик. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Здравствуй, утро! Сегодня запланирована чудесная поездка на яхте в Открытое море. Четыре часа веселья, купания в Красном море и замечательный обед на борту. Будем веселиться, обозревать красоты, купаться, делать прекрасные фотографии и проводить отлично время. Мы бросили якорь недалеко от границы Египта и там устроили купание. Вода оказалась очень теплой. После купания команда организовала нам чудесный обед с вином и всякими вкусностями. А после обеда, естественно, были танцы. Время прошло быстро и незаметно. А вечером у нас маленький шоппинг. Все, что я купила, друзья, на шоппинге, вы увидите обязательно в следующем ролике. Мы будем с вами собирать новые лучки. И будет очень интересно. Я знаю, вы любите новые лучки. Погода чудесная, солнечная. Все радостные и довольные вернулись в отель. Новый день и новые впечатления. Едем в горы в копе царя Соломона В один из красивейших природных парков мира – парк Тимна. Я прикоснулась к чарующим тайнам старины и насладилась великолепием бескрайней пустыни. Пустыня всегда полна жизни. Приезжайте познакомиться с ней. Я зарядилась жизненной силой и приобрела новых друзей. Поездка была просто замечательной. До свидания, Эйлад. Еще увидимся. А вас, друзья, я благодарю, что составили мне компанию. И буду ждать вас с радостью и любовью в следующем ролике. Пишите мне, друзья, комментарии. Если вам понравился такой формат, я вам буду показывать иногда красоты Израиля. В Израиле есть что посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok